Устали от обучающих книг и видео? Тогда переключайтесь на фильмы. В них вы найдете не меньше полезной информации, чем в лекциях или же тренингах известных продавцов. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня я подготовила для вас подборку лучших фильмов и сериалов, которые связаны с маркетингом, менеджментом, бизнесом и продажами, которые точно помогут вам стать эффективнее. Моими любимыми фильмами, например, для маркетинга, я считаю, очень хороший фильм это «Пираты силиконовой долины». Я считаю, это вообще классный фильм для тех, кто хочет чуть-чуть понять, как происходил маркетинг в IT, как все воровали друг у дружки. Именно старый фильм «Пираты силиконовой долины» я считаю лучшим фильмом про историю Стива Джобса и Майкрософт, как они вместе шли, как они вместе конкурирули между собой, сотрудничали и потом в итоге, как это все, как говорится, мрачно закончилось. Другие фильмы мне не понравились, не скажу почему. То есть, на самом деле, я считаю, что именно первый фильм «Пираты силиконовой долины» оказался более интересным для маркетинга и анализов. Конечно же, «Волк с Уолл-стрит» по поводу напористости в продаж однозначно в прямой линии продаж. Собственно, это реальная история Джордана Белфорта, известного бизнесмена, который сейчас ведет тренинги, тренинги по бизнесу. Его основная ключевая линия – это прямая линия продаж, где ты должен уметь действительно добиваться успеха, общаясь с клиентом, не забывая о нем и постоянно, как говорится, двигая свою линию. Она так и называется «Straight Sales Line». Ну и третий фильм, который я бы посоветовал по поводу маркетинга – это «Социальная сеть». Довольно неплохой фильм, думаю, очень достаточно легкий и вам понравится. Если же вы смотрели какие-то другие фильмы, напишите мне в комментарии, мы с Аленой, конечно же, их вместе разберем. Первый сериал – это «Форс-мажор». Юридическая тема здесь главная, однако очень много внимания в сериале уделяется продажам и бизнесу, причем продажам не простым, а именно дорогих юридических услуг. Так что есть чему поучиться, если вы настраиваете рекламу или как-то продаете там свои юридические услуги. Следующий фильм, конечно же, «Волкс Уолл-стрит», где главный герой Леонардо Ди Каприо проходит свой путь, начиная от мелкого Клерка и заканчивая воротилой финансового мира. Он умеет убеждать, продавать и привлекать внимание. И там даже есть одна очень такая клевая показательная сценка, когда его заставили продать ручку. И так что там можно найти какие-то интересные приемчики, связанные с продажами. Следующий фильм – это «Социальная сеть». И если вы работаете в интернет-продажах, в интернет-бизнесе, то вы обязательно должны были его уже посмотреть. Этот фильм о гениальности и идеях. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы генерировать идеи. А вот реализовывать их могут только настоящие гении. «Жопс. Империя соблазна» – это фильм про гениального человека, который, конечно же, не нуждается в представлениях. Насколько правдива история, мы не можем знать и судить. Однако суть фильма заключается в том, что любая мелочь в бизнесе, она важна и может стать камнем преткновения на пути к стремительному успеху, славе и крупным продажам. Фильм «Рекламисты» 1947 года. Для разнообразия не помешает окунуться в мир рекламы 40-х годов, когда у рядового гражданина не было и помыслей об интернете. Конечно, сейчас в современных реалиях этот фильм выглядит немного наивным и, возможно, чуть-чуть неправдоподобным. Но так ли на самом деле изменился кардинальный мир? «99 франков», который будет очень интересен любому рекламисту. Фильм называется и основан по одноименному роману Бекбедера, который был уволен после выхода данной книги. Данный сериал, как и книга, обличает рекламу и показывает ее манипуляционный характер и то, как она работает с потребителем и взаимодействует. Главный герой является крутым человеком в рекламе, не последним совершенно, и именно он решает, чего вы захотите именно завтра. «Пираты силиконовой долины» — еще один фильм, который не смогли пропустить интернет-предприниматели. Она рассказывает историю Билла Гейтса и Стива Джобса, как из простых мечтателей они пришли к тому, что имели и превратились в миллиардеров. Следующий еще один очень интересный фильм «Как преуспеть в рекламе» — такая фантастическая комедия, которая рассказывает нам о Деннисе, которого постигла задача прорекламировать средства от прыщей. Но он ничего не смог придумать, его настиг нервный срыв, он уволился, а на следующий день у него выскочил прыщ, который с ним стал разговаривать, который стал вместо его головы. Но этот прыщ, кроме него самого, никто не замечал. В результате прыщ стал им править, вернулся в рекламное агентство и придумал новую стратегию, как это все прорекламировать, сделать так, чтобы популяризировать прыщи, чтобы люди захотели их носить. Это такая аллегория, которая высмеивает общество потребителей, но при этом такая поучительная и интересная. Если вы хотите что-то продать, вы должны это популяризировать настолько, чтобы люди захотели это купить и чтобы они точно думали, что им именно сейчас это надо. Следующий фильм называется «Основатель». Это автобиографичный фильм о создателе Макдональдс, и они охватывают около 16 лет жизни Крока, который смог создать из маленькой автодорожной забегаловки именно целую империю, мировую сеть ресторанов. Следующий очень интересный фильм называется «Чешская мечта», а он повествует о двух студентах, которые решили снять фильм о рекламе. И на протяжении всего фильма вы узнаете все о привлечении клиентов, начиная от разработки каких-то рекламных буклетов и заканчивая целыми стратегиями привлечения клиентов. Следующий фильм «Чего хотят женщины» и на первый взгляд может показаться, что это просто такая романтические фильмы и вообще здесь ничего нет про маркетинг, однако есть одна причина, почему вам стоит посмотреть этот фильм, если вы решили заняться маркетингом. Этот фильм про то, как правильно определить свою целевую аудиторию и как залезть им в голову и понять, чего они хотят. И, кстати, этот фильм был снят за 70 миллионов долларов, а принес 370 миллионов долларов, так что он точно имеет право быть в этой подборке. Если уж и говорить про рекламу, то нельзя не упомянуть этот фильм. А фильм про рекламу, спросите вы, скорее всего нет, про маркетинг тоже нет. Тогда почему он на этой подборке? Он про пиар, про политику и про то, как достигаются цели ради политики. Про то, как можно придумать несуществующую войну и с помощью маркетинговых средств заставить поверить в нее массы. Очень интересный фильм, который показывает целую власть именно маркетинга, маркетинговых средств. Мы все помним слоганы, но не помним войн. Почему? Потому что все это шоу-бизнес. Следующий фильм, который называется «Джерри Магуай». Нельзя сказать, что он поражает какими-то лайфхаками, фишками, о которых вы не знали или чем-то таким. Но самое крутое в этом фильме – это идея. Идея клиента ориентированности. Идея о том, что нужно брать, возможно, меньше клиентов, но делать качественно им услугу, больше с ними общаться. Возможно, вы заработаете чуть меньше денег, если возьмете 5 крупных клиентов вместо 30 клиентов. Однако, это же ваша работа на репутацию и на положительный ваш имидж. Следующий фильм – это «Семейка Джонсонов». Здесь очень много маркетинга, в том числе и партизанского, но при этом он не становится от этого неполезным или же неинтересным. Как говорится, ты отлично продавал автомобили, ты нравился людям, и люди доверяли тебе, им нравилось у тебя покупать. Однако, это уже все в прошлом, и сейчас недостаточно просто продавать товар. Нужно продавать образ жизни и настроение. И тогда люди захотят получить то же самое, что есть у тебя. Это говорит нам о том, что нужно уже проявлять креатив по максимуму в рекламе и просто говорить, что какой-либо продукт есть только у вас здесь и сейчас. Вот его такие вот функции какие-то там, почему он полезен, недостаточно. Нужно сделать так, чтобы человеку понравился именно образ жизни, стиль жизни, чтобы ваша реклама говорила о том, что приобретая данный товар или услугу, жизнь человека станет гораздо ярче, лучше. Вот скажите, как можно продвигать то, что ненавидит половина общества? Как можно продвигать и продавать сигареты, если ты знаешь, что это неправильно и вредит здоровью? А вот главный герой фильма здесь курит, прекрасно с этой задачей справляется, делает это красиво и успешно. Главный табачный лоббист сам не курит, не очень любит сигареты, но зато он очень любит свою работу и знает правильные приемы маркетинга. Ток-шоу, ивент-маркетинг, нативная реклама, а также всевозможные пиар-акции и коллаборации. В этом фильме вы найдете более чем достаточно всевозможных инструментов маркетинга, и весь фильм построен на том, как правильно сделать продажу и сделать эффективную рекламу. Так что этот фильм прям must have к просмотру. Следующий это не фильм, а сериал «Карточный домик». Здесь нет ничего на первый взгляд о маркетинге, рекламе, рекламщиках, здесь все о политике, причем о верхушке политики США. И тогда вы спросите, почему я отнесла этот сериал в эту категорию. Потому что этот сериал научит любого рекламщика делать гениальные пиар-компании и делать вбросы в СМИ с нужной вам информацией и для получения нужной цели. Так что я советую его обязательно к просмотру и не пропускать. Следующий фильм, который называется «Величайший фильм из всех когда-либо проданных». Согласитесь, что название уже интригует. Это фильм как бы практический курс по тому, как привлечь спонсоров к себе, как сделать интеграцию рекламную. В этом фильме режиссер документально записывает все свои попытки привлечь к спонсорству тех или иных компаний, обещая им, что их продукты появятся в кадре. Ну и, конечно, интересно наблюдать за тем, какие сценки были придуманы, чтобы интегрировать рекламу того или иного продукта. Следующий фильм «Сироп» учит коммуницировать и продавать. Главная идея фильма заключается в том, что даже если у вас есть уникальный, гениальный продукт, но без правильного продвижения, без правильных людей, без правильных слов, без внешних условий, все это будет невозможно. Фильм учит мотивировать, убеждать и продавать. Так что рекомендую к просмотру. «Человек, который изменил все» — очень крутой фильм для проект-менеджеров, который показывает, как с помощью расчетов и аналитических навыков можно создать команду мечты, которая приведет вас к успеху. Также по душе вам должен прийти сериал «Абсолютная власть», который рассказывает о черном пиаре и о политтехнологиях. С одной стороны, если посмотреть на все эти фильмы про маркетинг и рекламу, то, скорее всего, они вызовут у вас такую реакцию. «Вау, это очень круто, но это нереально». И, в принципе, если относить эти фильмы к реалиям малого и среднего бизнеса в наших странах, то, скорее всего, инструментарий будет другой. Но все, что для вас будет полезным, это просто смотреть, мотивироваться и улавливать самые основные концепции, которые вы можете подогнать под свои реалии и под свой тип бизнеса. Ну и не забывайте, конечно, что это всего лишь фильмы. Пишите в комментариях, какие фильмы или же сериалы из этого списка вы смотрели, какие вам понравились, а какие нет, какие фильмы или сериалы, возможно, вы бы дополнили. Пишите это все в комментарии, задавайте вопросы свои, мы ответим на каждый из них. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на наши аудиоподкасты, на наш Instagram-канал, а также вступайте в нашу Telegram-группу. И хороших вам продаж!